80 лет назад Саранский политехнический техникум создавался как ремесленное училище. 400 человек из Ленинграда и Орши изучали здесь кузнечное, литейное и столярное дело. Сейчас специальностей 12 от парикмахера до техника-технолога металлообрабатывающего производства. Выпускники работают на заводах, в IT-компаниях, гостиницах, ресторанах и салонах красоты. В 2016 году нас объединили с Розаевским политехническим, и сегодня мы Саранский политехнический техникум, который имеет на сегодняшний день количество 990 студентов очного отделения. Основные направления это металлообработка, информационные системы и технологии, парикмахерское искусство, гостиничные дела, организация обслуженной в общественном питании, повар-кондитер. Техникум работает с крупными заводами и небольшими предприятиями республики. Также свои навыки учащиеся оттачивают в четырехзвездочных отелях Саранска и популярных ресторанах города. Кроме того, студенты регулярно побеждают в конкурсах и олимпиадах. Сейчас мы принимаем уже активное участие в WorldSkills. Наши студенты не отстают, не отстают, также показывают хорошие результаты. Мы стараемся идти в ногу со временем. Первое поздравление и подарки в честь юбилея техникум получил от Байтекса. На 80-летие партнеры подарили мощный компьютер, на котором можно тестировать игры и программы. IT-компания плодотворно сотрудничает с учебным заведением более трех лет. По ее инициативе в техникуме открыли специальный класс, где по коротким программам обучают тестировщиков. Через курсы компании Байтекс прошло уже более 60 человек. И примерно половина из них устроена в компании. Сотрудничество продолжается. Есть очень интересный проект, над которым мы сейчас совместно работаем. Создана лаборатория по новой компетенции WorldSkills. В юбиле одного из старейших учебных заведений республики со сцены звучали поздравления от почетных гостей, представителей Министерства и ведомств республики. А также в этот день преподаватели получили благодарности и награды за многолетний добросовестный труд. Ольга Данилова, Станислав Семин, Народные новости.